Привет, друзья! Специальный корреспондент канала Обзорро, Нияс, который проживает в Турции, внедрился в компанию Apple и теперь один из первых может высылать мне видео новинок, чтобы я мог рассказать о своих впечатлениях. Кстати, Нияс крутой видеограф, поэтому оставлю ссылку на него в описании, обязательно переходите и посмотрите на его работы. А у нас сегодня в новостях две новинки от Apple. Планшет iPad Air и iPad Pro на процессоре M4. Давайте рассмотрим эти новинки подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Начнем с iPad Air. Модель впервые доступна в двух размерах с 11 и 13 дюймовым экраном, Liquid Retina с антибликовым покрытием и поддержкой функции True Tone. Еще планшет получил чипсет Apple M2. Таким образом, он мощнее предшествующей версии iPad Air на базе Apple M1 на 50%. Хотя я и сам пользуюсь Air на M1 и не понимаю, куда эту мощность девать. Если есть предположения, напишите в комментариях. Базовая версия планшета теперь поставляется со 128 гигабайтами встроенной памяти. Напомню, что раньше было 64. Еще появилась конфигурация на 512 и на 1 терабайт хранилища. Еще из изменений фронтальная камера на 12 мегапикселей теперь расположена на длинной стороне корпуса. Поэтому ей вроде как удобнее пользоваться в ландшафтном режиме. Сзади установлена все та же одинарная камера. Она по-прежнему обладает разрешением в 12 мегапикселей. Теперь перейдем к новинке поинтереснее. iPad Pro. Во-первых, поставили OLED-экран, что немаловажно. Во-вторых, используется новейший процессор M4. Это первое устройство с таким чипом на борту. В-третьих, толщина корпуса 13-дюймовой версии составляет всего 5,1 мм. Вы только посмотрите, какой он тонкий. Это самый тонкий iPad в истории. 11-дюймовая версия имеет толщину 5,3 мм, что тоже очень тонко. Корпус сделан из 100% переработанного алюминия, как обычно. У LED-экран новинки получили довольно яркие, до 1600 нит для HDR-контента. Частота обновления от 10 до 120 Гц, но Always-On-Display не завезли. Процессор M4 сделан по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. На борту до 10 ядер CPU и 10 ядер GPU. Обещают на 50% больше производительности в сравнении с M2, установленным в iPad Pro предыдущего поколения. Apple говорит, что новый процессор способен обеспечить производительность уровня M2, потребляя при этом в половину меньше энергии. Задняя камера получила сенсор на 12 мегапикселей f1.8. Поддерживается адаптивная вспышка True Tone. На передней панели установлена сверхширкоугольная камера на 12 мегапикселей с функцией Center Stage. Фронталку также перенесли для горизонтального использования. Цвета корпуса скучные, всего лишь два, серебристый и черный космос. Вот такие новинки выкатила Apple. Напишите в комментариях, как вам они. Стоит ли копить на такое или довольствоваться тем, что продается на рынке и стоит на порядок ниже. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую все самые выгодные цены с Алиэкспресс, Яндекс.Маркета и Мегамаркета. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока, друзья.